Ветеринарная клиника «Доктор Вет» всегда на защите здоровья животных Сергеева Посада. Высокое качество, низкая цена. Полный спектр ветеринарных услуг. Терапия, кардиология, вакцинация, хирургия, стоматология, качественная УЗИ-диагностика, ортопедия, стационар, гостиница, вызов на дом, разбор сложных случаев, ведение тяжелых пациентов. Мы всегда готовы помочь и сохранить здоровье ваших питомцев. Шотландские веслоухие и прямоухие кошки прочно заняли свое место в сердцах любителей усатых полосатых. Сегодня программа «Элита» предлагает вам ближе познакомиться с полудлинношерстными представителями скоттиш-фолд и скоттиш-страйт. Проще говоря, с пушистыми шотландскими веслоухими и прямоухими. История шотландских веслоухих кошек начинается в 1961 году. Первые представители были короткошерстными. Только спустя 25 лет в Америке длинношерстные скоттиши официально участвовали в выставке кошек. Опытные филинологи начали скрещивание этой веслоухой кошки с персами и экзотами, которые имеют длинную шерсть. Они выставляются в длинной шерсти. Тем самым стали появляться шотландские веслоухие. Но их, эту породу, признали не сразу. Эта порода была признана впервые в системе Си-Фэй, тоже в Америке, в 1993 году. Но когда они появились, они также принимали участие в выставках, но как домашние кошки. В 1982-1983 годах впервые было замечено участие этих кошек как домашние кошечки. В России история халлиндов, так называют длинношерстных шотландцев, начинается в 90-х годах прошлого века. В 1993 году одна из филинологических организаций открыла чемпионский класс для длинношерстной вариации скоттиш-фолдов. Но начало планомерной работы по популяризации породы началось только в начале 21 века. Есть такие котята из сергиево-посадском клубе любителей кошек Родонежья. Первый мой котенок шотландский полудлинношерстный появился в моем питомнике в первом же помете от короткошерстных родителей, папы и мамы. А почему это произошло? Потому что в родословной, в генетике также, были в поколениях кошки полудлинношерстные хайленды. И мама и папа являлись носителями длинной шерсти. Тем самым появились котята полудлинношерстные. В помете также были и короткошерстные котята. В филинологии разрешено скрещивать короткую шерсть и длинную шерсть. Выставляются эти кошки в разных рингах. То есть короткошерстные кошечки выставляются в сравнении с другими породами короткой шерсти. А полудлинношерстные кошечки выставляются в сравнении с мэнкунами, с сибирскими кошками, невскими маскарадными. Шерсть – главное отличие украшения хайлендов. Ровная по спине длина этой шерсти. Чуть удлинена на воротничке, значит на лапках чуть удлинена и хвост. Советую приучать кошек к расчесочке с котячего возраста. То есть когда вы приобрели себе котенка, принесли домой, расчесывание – это должна быть как игра. То есть раз в день вы должны брать расчесочку и делать вид, что вы причесываете. Котенок тем самым привыкает к расческе. И когда уже он становится взрослым, он ее не боится, не пугается. Эти кошки неизменно привлекают внимание на выставках. И, пожалуй, скоро смогут обогнать голодкошерстных собратьев в популярности. Характер у этой породы ничем не отличается от шотландских короткошерстных. То есть они такие же добрые, милые, не навязчивые в общении, не конфликтные ни с другими жителями дома, ни с людьми. Никакого особого ухода шотландские полудлинношерстные не требуют, утверждают заводчики. Питание в принципе каждый заводчик, каждый владелец кошечки подбирает индивидуально как под животное, так и под свой образ жизни. Если люди работают, то проще насыпать сухого корма, чтобы кошечка была всегда сыта. Если же люди всегда дома, всегда в общении с кошечкой, можно питаться и мясом, курочкой, другими лакомствами. Вообще для этой шерсти ничего особенного давать не нужно. Какие-то там овощи. Нет, все просто. И также дома я не могу сказать, что у этой группы шерсти больше выпадения волос, как у короткошерстных. Абсолютно нет. Просто да, вы можете их увидеть, потому что она длинный, это длинный волос. Если кошка не выставочная, то не обязательно мыть ее раз в неделю. То есть вообще не обязательно ее даже мыть. То есть если хорошее животное, правильная шерсть, непухлявая, то это не обязательно делать. Кошечка в хорошем состоянии будет у вас всегда. Я говорю, единственный момент, что ее раз в месяц надо хорошо вычесывать. Потому что все-таки, особенно когда кошка находится в линьке. Хотела дать еще одну рекомендацию любителям кошек. Значит, это стрижка хайлендфолдов. То есть эту стрижку вы можете выполнить у мастеров под ольвенка. То есть оставляется у нас пушистая голова, кончик хвостика и лапки. Потому что здесь практически не бывает колтунов. Это очень полезная стрижка для того, чтобы шерсть отрастать быстро, за два месяца буквально за три. Для того, чтобы животному было легче переносить жаркое лето, если же нет дома кондиционера. И качество шерсти будет только от этого лучше. Животные, которые никак не могут отойти от линьки, вот они все время линяют-линяют, и владельцы никак не могут с этим справиться, то, опять же, рекомендую просто подстричь. Внешний вид котенка, скотиш хайлендфолда, несколько отличается от вида взрослой кошки. Точнее, отличается степень пушистости. Хочу рассказать про разницу между взрослым хайлендфолдом и котенком хайлендфолдом. Значит, какая разница? Разница в шерсти. То есть, когда вы купите котенка себе домой, когда только увидите маленького котенка, будь ему месяц, будь ему три месяца, вы увидите, что он такой, как чертенок, взлохмаченный, как будто бы в сосульках. В этом ничего нет абсолютно страшного. Это просто детская шубка, детская пухлявая шубка. Мы берем расчесочку и выполняем процедуру причесывания. Это делаем мы раз в день или два раза в день. После линьки, это где-то может случиться месяцев 7-8, хорошая линька. Он поменяет свою шубку и превратится в животное хорошего качества шерсти. Выбирая шотландскую кошку, вам придется определиться, должен ли ваш питомец иметь прямые или сложенные ушки, какого он должен быть окраса, ведь природа наделила шотландцев огромной палитрой красок. И, наконец, сделать выбор, глоткошерстного или полудлинношерстного представителя породы поселить рядом с собой. Я бы порекомендовала таких животных не самым ленивым людям, потому что мне кажется, что, конечно, нужно за ними ухаживать, за такой шикарной шубкой, чтобы радовать себя и своих гостей. И хочу сказать, что приобретая таких домашних пушистых совят, я думаю, все члены семьи будут счастливы. Нора пришла на осмотр после стерилизации. Обнаружилось, что внешний шов в одном месте ведет себя не так, как полагается. В чем причина и что со швами внутри выясняли через ультразвуковое исследование. Да, и вот внутри ничего интересного. Ничего хорошего? Потому что он рассосется. И, скорее всего, нужно будет просто пообрабатывать этот момент и попить антибиотики, пока он рассасывается. И я напишу в карте обязательно, какой шовный материал ей нельзя применять. То есть вам нужна будет эта информация в течение ее жизни, какой мы применяли шовный материал, чтобы его больше никогда не использовали ей. У собаки была проведена плановая стерилизация. Шовный материал у нее использовался ПГА, рассасывающий шовный материал, косметический шов. На 21 день реакция, на момент, когда начинается шовный материал активно рассасываться, распадаться, местная реакция, вероятнее всего, неподходящий шовный материал. Потому что обычно, как правило, если, допустим, разлизывают или что-то попало там, или во время операции что-то не то, обычно это, конечно, сразу происходит. Либо рана не заживает, либо сильно беспокоит питомца. Как правило, если не происходило, ну там, собака не убегала или там ни с кем активно не играла, и просто начала образовываться дырочка, это случается на реакции на шовный материал. Иногда бывает, что мы встречаем собак, у которых реакция на шовный материал случается после 5-7 лет. То есть операция была 7 лет назад, и тут взял, но это уже транслокация бактерий. Это не рассасывающий шовный материал, когда используют, раньше использовали часто там поликон, шелк, всякий такой материал, который не рассасывается и постоянно находится как народный предмет в ране. Ну, не важно где в ране, не важно какая была операция. По-дилетантски поинтересовались, как так может быть, что швы внутри в норме, а снаружи есть нюансы. Ведь использовался один и тот же шовный материал. Ткани кожи и брюшины – это разные ткани сами по себе. И, вероятнее всего, ее брюшина успела нормально срастись и не дает никакого ответа. А подкожно-жировая клетчатка, где здесь подвижная кожа, и там достаточно такой тонкий материал, в отличие от нормальной брюшины, то там просто эта реакция не видно. Она, может, у нее есть скрытая, но ее не видно. У нее проблема только поверхностная. Поэтому мы не будем ей обменять шовный материал, как минимум на данном этапе. Она просто будет продолжать пока обработки антибиотики. Потом посмотрим. Обычно это если в момент рассасывания случается, шовный материал рассасывается, и все проходит. То есть тут взвешиваем мы обычно, либо это повторная операция с наркозом, чтобы сменить шовный материал. Но мы это делаем в случае, если нет никакого ответа. Ну там ни на обработки, ни на антибиотики, ни на что. И это уже вынужденная мера. Пока не вижу показаний у нее к этому. Сейчас назначу ей обработки. Немножко сменю тактику обработок и посмотрим. Нора чувствует себя хорошо. Кушает, гуляет, играет. Теперь этого пациента ждут в клинике только на плановые осмотры и вакцинацию. Клиника «Доктор Вет» находится в Сергиевом Посаде по адресу Новозагорский проезд, дом 4А. Новозагорский проезд Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова